В минувшую среду Фейсит анонсировали запуск новой киберспортивной лиги под названием E-Sport Championship Series, призовый фонд, который составляет 3,5 миллиона долларов. Однако кроме информации с привлекательными суммами не было практически ничего. Но спустя некоторое время организаторы все-таки выдали список составов, которые будут принимать участие в этой увлекательной чемпионской гонке. Европейский дивизион, как всегда, выглядит очень ярко, мощно и в какой-то степени страшно. Просто потому, что команды крайне серьезные и сильные. И не буду скрывать, уже хочется старта официальных матчей в рамках этого чемпионата. Virtus.pro, Astralis, Team Dignitas, Team Envias, Faceclown, Fnatic, Natus Vincere, NIP, Mouth Sports и G2 eSports. Это элита мирового Counter-Strike. Однако североамериканский дивизион выглядит не менее серьезно и внушительно. Cloud9, Complexity Gaming, Counter Logic Gaming, Team Salomit, Lumino City Gaming, NG eSports, Opti Gaming, Echo Fox и Team Liquid. Хочется увидеть, конечно, всех, однако на финалы пройдут только сильнейшие составы из этого списка. На данный момент эта лига считается одной из крупнейших в мире на одном уровне с ESL Pro League. Однако огромный призовой фонд выводит мероприятия в разряд элитных и лучших среди всех дисциплин мира. Ждем старта и надеемся на самые увлекательные матчи. Не успел завершиться первый в истории соревновательного Counter-Strike миллионный чемпионат мира, как проект Fnatic анонсировал лигу с гарантией в 3,5 миллиона. Ну а ESL решили не отставать от своих уже потенциальных конкурентов и добили мировую аудиторию этой игры еще одним миллионом долларов. Главным чемпионатом предстоящего лета по Counter-Strike Global Fenty встанет ESL One в Кельне, который пройдет с 5 по 10 июля. Как и на MLG Columbus будет разыграно 1 миллион долларов. Команды, финишировавшие на MLG Columbus восьмерки сильнейших, уже обеспечили себе участие на следующем межо-чемпионате. В отборочном этапе примут участие коллективы, не пробившиеся в плей-офф на MLG, а также те коллективы, которые стали лучшими на региональных квалификациях в своих регионах. Первые матчи на отборочных чемпионатах стартуют уже в мае. Лан-финал ESL One Кельн 2016 будет организован на знакомой многим арене, где проходили матчи плей-оффа ESL One Кельн 2015. Арена может вместить до 20 тысяч зрителей. Билеты на предстоящий межо-чемпионат по CSGO можно приобрести предварительно. Цена на них варьируется от 42 евро до 3000. Переходим непосредственно к профессионалам, а именно к командам, которые попали в затруднительное положение в преддверии старта крупнейших в истории турниров. Первая команда мира анонсировала изменения в составе. Из-за травмы руки ударная сила Fnatic Олаф Кайбер вынужден на неопределенное время прервать свою профессиональную карьеру. Место лучшего игрока в мире по версии сайта HLTV.org займет другой швед Никлас Плессен. По словам Виктора Жендебю, тренера черно-оранжевых, они не хотели замораживать состав или в короткие сроки восстанавливать здоровье Кайбера, так как оба варианта не принесли бы положительных результатов, особенно самому шведу. В связи с этим Олаф перестанет играть и сосредоточится на лечении и восстановлении. Как долго это продлится, никто не знает. Ну а новичку мы желаем большой удачи и сил для тренировок, ведь просто числиться в составе такой команды крайне мало. Нужно соответствовать уровню всех игроков, а то и быть лучше. В любом случае, будет интересно посмотреть за Фнатик и надеемся на то, что Плессен крайне быстро вольется в коллектив. Очередная замена произошла в составе G2 eSports, однако она последовала исключительно из-за неутешительных результатов. Профессиональная сцена Франции уже несколько месяцев не показывает толком ничего, ну а кроме своего присутствия на чемпионатах мира. Приехали, сыграли, проиграли и уехали. На этом все. А это, дорогие друзья, не позволительно для подобных составов. Ведь игроки именитые и у них очень хорошее ожидание от различных ивентов. Как решить эту проблему? Только замены. Ведь в любой команде, которая долго не показывает результатов, нужна встряска. X-Systems покидает ряды G2 eSports и вешает на себя ярлык свободного агента. На его смену пришел Александр Баби Пионара, который до этого выступал за другой французский коллектив Team LVLC White. Так складывается, что Team LVLC White выступает в роли киберспортивной академии, которая взращивает игроков, а затем они переходят в первую или вторую команду Франции. Примечательно то, что сумма за игрока не сообщается, однако было бы крайне интересно узнать, за сколько G2 eSports купили себе молодое дарование. Ну а у нас на сегодня все, дорогие друзья. Любите киберспорт, большое спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok